Идея проведения этнографично-экологичного фестиваля «Шпаковнив» в Будокошалёвском районе народилась на проконце минулого года, в час работы над новым планом работы районного совета. Тогда и вырошили, что когда 2016 год культуры, то и отзначить его необходимо ответным чинам. Кольки у сего было выраблено «Шпаковнив» в час подрактовки на фестивалю «Докладная невядома», а ли непосредственно на финальную часть подобрали каля 5-10. У кожаной «Шпаковни» кажут аутарская индивидуальность. Школа мастерства вырабила хату для птушки в выгляде скрипки. Школьники-звездки Николаевка проставили целый палац для синиц. Наученцы Уваровской средней школы свою «Шпаковню» назвали «Универ» – новый интернат. Тут явно отчувается уплыв у выпускников, и кем все это поступать у иншие научальные установы. Тем не менее, этот скворечник сделан экологичным, то есть они покрыты специальными материалами, которые в квартире будут спокойно жить, и сделаны еще по всем стандартам и размерам для птиц. Правда, только вырабам самых разностранных «Шпаковню» на Будокошалевском фестивале не обмежевались. Уречи кажут, пролет птушек – это надход весны. Миноваты по этой причине организовали еще и конкурс фольклорных песней в закличках веснового цикла. Головные умовы, и они повинны быть характерными, выключены для конкретной местовости, плюс разностранные мастер-классы. Не каждый день я смогу сыграть вот такие шпаковные шашки. Кажется, что их вырабил самый лучший для бабы-яги. Бабы-яга дарится сама же мастер-классы и проводится. И еще один мастер-класс по сборству «Шпаковню». На всего только шесть квелин, а ли местовые мастеры справились. В наступном году яны не выключены. Будут взмогаться уже с пространниками и инших территорий. По словам организатора, все это этнографично-экологичный фестиваль «Шпаковню» свою задачу выканал, а тому в 2017-м я гомеркуйца зарабить уже региональным. Во-первых, это даст возможность экологического воспитания. Во-вторых, это даст возможность показать традиционную культуру, которая присуща нашей территории. Восстановить вот эту мастеровитость такую. Дать возможность ремесленникам о себе заявить. Усе шпаковни, которые принимали в дело в конкурсе, худко упрыхожить сады, скверы и иншее место отпочинку. А птушки кажут, за это обовязково подякают. На своей птушиной мове, заразумела. Олег Сентяров, Игорь Марещенко, отель радиокомпания «Гомель», Бутокошалевский район.